Легким движением руки эта кровать может превратиться в две односпальные, если гости санатория сами этого пожелают. Еще недавно такого выбора у них не было. Советское наследие – заселять двух незнакомых людей в один номер. И если раньше отдых был нацелен, по сути, только на оздоровление, сегодня еще и на комфорт. Поэтому курортный комплекс региона начали переоборудовать двухместные номера в одноместные, бизнес-комфорт и семейные, чтобы полностью отказаться от старой традиции заселения двух незнакомцев в один номер, санаториям понадобится 2-3 года. Все больше спрос идет на семейные номера, на одноместные расселения. Согласно аналитике, которую мы проводили, большая часть гостей, которые живут в двухместных номерах, они и так живут там семьями, просто спят на раздельных кроватях, что в принципе нужно искоренять и вводить практику нормальную, поддерживать мировую. А именно 70-80% отдыхающих в санаториях приезжают семьями. Многие предпочитают отдыхать в одиночку. И конечно же я хочу сказать про безопасность. На сегодняшний день стало невозможным заселение двух разных людей, разных возрастов, разных интересов, разных регионов, абсолютно разного образа жизни и заселения в один номер. К тому же это разумное решение в условиях пандемии. С прошлого года санатории края продолжают работать по рекомендациям Роспотребнадзора. Сейчас в санаториях готовятся принимать гостей по QR-кодам. Это тоже новые требования к ковидных реалий. Мы считаем, что они вполне оправданы, потому что ситуация по новой коронавирусной инфекции, к сожалению, не улучшается. И какие-то меры дополнительной безопасности, они вполне оправданы. Уже с понедельника санатории гостиницы края будут заселять гостей только при наличии QR-кода, либо сертификата переболевшего, ну или справки о медотвозе. В таком случае требуется и отрицательный ПЦР-тест, сделанный за 72 часа, если у вас медотвод. А вот туристы 60 плюс должны быть привиты в обязательном порядке. Было ожидаемо, что новые ограничения ударят по спросу, но пока в санаториях региона надеются на лучшее. Пока какого-то критичного ажиотажа мы не увидели. То есть все идет в плановом режиме, есть постоянные движения с бронированием, есть отказы, есть переносы и так далее. Поэтому на данный момент ничего существенного мы не увидели. Конечно же, это скажется однозначно, может быть, это нас еще только ожидает. Если раньше мы закладывали на недозаезды, на переносы и так далее, порядка 5% от общего количества койко-мест, то сейчас мы этот процент увеличили до 10-15%. В турагентствах отмечают, что туризм уже, в принципе, был готов к новым требованиям, потому что 80-90% туристов, которые путешествовали в этом году в стране и за рубежом, уже были привиты. Что касается Алтайского края, только летом в регионе отдохнули почти 900 тысяч человек. Это на 40% больше, чем в прошлом году. Да и сейчас, когда праздничные дни позади, а до Нового года еще полтора месяца, те же санатории Белокурихи заполнены на 90%. Ирина Корчагина, Алексей Фризин. День с толком.